Тема сегодняшней лекции – статистический подход к описанию молекулярных явлений. План лекции – основа теории вероятности и статистической закономерности. Статистический ансамбль понятия среднего по времени и среднего по ансамблю. Эргодическая гипотеза и постулат равновероятности. В науке и практике исследуется громадное разнообразие случайных событий. Наиболее общий результат исследования всегда формулируется в одном и том же виде. Событие либо произошло, либо не произошло. Задача теории по предсказанию случайных событий сводится к нахождению количественной характеристики этих возможностей, либо-либо, и осуществляется с помощью понятия вероятности. Разделим объем, который занят идеальным газом на две равные части. Будем считать, что мы можем различить частицы друг от друга и следить за положением отдельной частицы, не оказывая актом наблюдения существенного влияния на ее движение и состояние наблюдаемой системы в целом. Допустим, что система находится в неизменных внешних условиях. Рассмотрим события, состоящие в том, что изучаемая частица находится в одной из половин объема. Тогда результат каждого наблюдения сводится к утверждению, что событие либо произошло, то есть частица находится в данной половине объема, либо не произошло, то есть ее в этой половине нет. Обозначим N – общее число наблюдений или испытаний. NA – число испытаний, когда событие произошло, то есть частица находится в рассматриваемой половине объема. А – само событие. Вероятность наступления события А определяется следующей формулой. Здесь существенно очень большое число испытаний в системе, находящиеся в неизменных условиях. Вместо требований испытаний над одной и той же системой в неизменных условиях можно говорить о совокупности отдельных испытаний над большим числом одинаковых систем. Это большое число одинаковых систем называется ансамблем систем. Поэтому в формуле 1.1 число NA является числом систем в ансамбле, в которых частица оказалась в данной половине объема, а N – общее число систем в ансамбле. Конечно, оба эти определения совершенно эквивалентны, однако при теоретическом вычислении вероятностей в конкретных условиях одно из них может оказаться более удобным, чем другое. В случае движения частицы в объеме, мысленно разделенном на две равные части, нет никаких физических факторов, которые делали бы для частицы более предпочтительным нахождение в какой-либо одной из половин объема по сравнению с другой. Поэтому нахождение в каждой из половин является равновозможным, и равновозможно обнаружить частицу в любой половине объема при каждом данном наблюдении или испытании. Поэтому при большом числе наблюдений N в половине случаев частица будет наблюдаться в одной части объема, а в половине – в другой, и следовательно, NA равно N к 2, а N от А равно 1 вторая. Аналогичные соображения можно применить к анализу бросания монеты и выпадению орла, бросанию костей и т.д. Во всех случаях вопрос вводится к подсчету равновозможных результатов испытаний, поэтому вычисление вероятности по формуле 1.1 с помощью комбинаторных методов производится следующим образом. Если испытание можно приводить к N равновозможным исходам, и из этих N исходов, N А раз наступило событие А, то его вероятность дается формуле 1.1. Например, в случае бросания шестигранных костей, на грани которых нанесены числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, равновозможными исходами при N бросаниях костей является наличие на верхней грани любого из этих чисел. В N к 6 исходах имеет место, например, появление числа 1. Следовательно, для этого события N1 равно N к 6, и вероятность L от 1 равно 1 шестая. Аналогично вычисляются вероятности появления двойки, тройки и т.д. Отметим, что в этом случае статистической системой является отдельная кость, а ансамбль – совокупность N одинаковых костей. Если события характеризуются непрерывно изменяющимися величинами, то определение вероятности с помощью формулы 1.1 лишено смысла. Например, лишено смысла спрашивать, какова вероятность того, что скорость частицы равна 10 метров в секунду. Это обусловлено тем, что число всех возможных скоростей не может быть сосчитано, поскольку скорость – непрерывная величина. Множество событий в этом случае не являются счетными, и их вероятность описания осуществляется с помощью плотности вероятности. Пусть при N актах наблюдения молекула обнаружена Nt раз в объеме Δv, тогда при соответствии с определением 1.1 вероятность обнаружения молекулы в объеме Δv при очередном наблюдении выражается следующей формулой. Если речь идет о замкнутом сосуде, то во всех объемах вне сосуда молекула не была обнаружена ни разу, то есть Nt равна 0. Для этих объемов и вероятность обнаружения молекулы в объемах вне сосуда равна 0. Внутри сосуда эта вероятность, вообще говоря, отлично от 0, и даже при равных объемах непостоянна. Например, если сосуд находится в поле тяжести, то эта вероятность у дна сосуда оказывается несколько большей, чем в его верхней части. Эта вероятность зависит, однако, от объема, и поэтому неудобна для использования в качестве первоначального понятия. Поэтому используется понятие плотности вероятности, определяемое равенство, где x, y, z – координаты точки, в которой стягивается бесконечно малый объем. Таким образом, плотность вероятности является вероятностью нахождения молекулы в бесконечно малом объеме, отнесенной к величине объема. Она определяется так же, как другие плотности, например, плотность массы. Аналогично 2,3 можно определить плотность вероятности на двумерном многообразии поверхность, одномерном и многомерном с числом измерений более трех. Таким образом, знание плотности вероятности позволяет найти вероятность для любой области, в которой определена плотность. Для газа в замкнутом сосуде плотность вероятности в точках вне сосуда равна нулю. Условие 1,4 называется условием нормировки плотности вероятности. Оно показывает, что при каждом наблюдении молекула будет обнаружена в какой-то точке пространства, то есть выражает факт существования молекулы. Если известно, что молекула находится в замкнутом объеме В, ограниченном стенками сосуда, то условия нормировки принимают следующий вид. Вероятность обнаружения молекулы в объеме В1 равна. Эта формула справедлива лишь при постоянной плотности вероятности внутри объема В, если известно, что молекула наверняка находится в этом объеме. Однако, ввиду наглядности, удобно с ее помощью иллюстрировать общие теоремы, теории вероятности. Строгое доказательство теорем будет приводиться на основе общего определения вероятности 1,1. Метод ансамбля систем удобен для анализа вопросов статистической физики. Возьмем очень большое число N совершенно одинаковых сосудов, каждый из которых имеет объем В. В каждом из сосудов находится одинаковое число N одинаковых частиц. Сосуд с заключенным в нем частицами называется статистической системой. Совокупность одинаковых статистических систем называется статистическим ансамблем. Нас не интересует, как движутся частицы, и в какой точке соответствующего сосуда они находятся. В некоторый начальный момент времени задача заключается в том, чтобы изучить микро- и макросостояния отдельных систем ансамбля через некоторый достаточно большой промежуток времени. Причем достаточный промежуток времени понимается в только что разъясненном смысле. Из изложенного ясно, что одно и то же макроскопическое состояние осуществляется в большом числе систем ансамбля, находящихся в различных микроскопических состояниях. Возьмем некоторую величину, связанную с конкретной частицей, например, квадрат ее координаты. Расположение системы координат может быть произвольным. Необходимо лишь, чтобы оно было одинаковым относительно всех систем ансамбля. Будем индексом i нумеровать координаты частицы в i-системе статистического ансамбля. Тогда по определению средней величины получаем следующее выражение. Предположим, что мы смотрим кинофильм, показывающий ловлю рыбы удочкой. В некоторые промежутки времени рыбак вытаскивает крючок из воды, снимает рыбку с крючка и бросает ее в ведерко с водой. Затем насаживает червяка на крючок и забрасывает его в воду. Мы хронометром измеряем продолжительность этих промежутков времени. Очевидно, что суммарная продолжительность этих промежутков времени, деленная на продолжительность всего фильма, равна числу кадров, на которых зафиксированы картинки от момента вытаскивания крючка из воды до момента его забрасывания в воду, деленному на общее число кадров в фильме. В этом состоит главная часть эргодической гипотезы, однако не вся гипотеза. Что же еще требуется доказать? В этом равенстве индекс А показывает, что вычисляемая величина является средней по ансамблю. n-a число систем в ансамбле, x-i координаты частицы в системе ансамбля. Число ячеек в каждой системе ансамбля равна n равно 10 в 30 степени, а число систем n-a в ансамбле предполагается значительно большим этой величины. Поэтому можно допустить, что число систем ансамбля, в которых частицы находятся в ячейке, велико. Пусть это число равно n-a-j, тогда в соответствии с частотным определением вероятности, вероятность нахождения частицы в ячейке выражается следующим выражением. Преобразуем сумму так, чтобы сгруппировать члены, относящиеся к одной и той же ячейке в различных системах ансамбля. Получаем выражение 2-3. С учетом 2-2 и 2-3 выражение 2-1 может быть представлено в следующем виде. Это выражение соответствует формуле математического ожидания случайной величины. В ее правой части в явном виде нет упоминания об ансамбле систем. Представление об ансамбле в этой формуле зафиксировано в неявном виде наличием вероятности lg, находящейся частицы в g ячейке. Иногда с помощью формулы 2-4 рассуждение о вычислении средних по ансамблю оказывается проще, чем с помощью формулы 2-1, хотя, конечно, обе формулы эквивалентны. Проследим за положением рассматриваемой частицы в одной из систем ансамбля в течение очень большого промежутка времени и найдем среднее значение квадрата х координаты этой частицы. В нашей модели координаты х от f этой частицы изменяются скачками при переходе частицы из одной ячейки в другую. Тогда по определению среднего по времени получим выражение 2-5. Интеграл в 2-5 можно преобразовать следующим образом и получить выражение 2-6, где m – число скачков в течение времени t. При очень большом времени частицы много раз попадают в каждую ячейку. Таким образом, за время t она в ячейке проведет время согласно формуле, где сумма берется по всем i, соответствующим g ячейке. С учетом 2-8 формула 2-7 приобретает следующий вид. Перепишем равенство 2-5 с учетом 2-6, 2-7 и 2-8 и получим выражение 2-10. Спрашивается, равна ли вероятность 2-11 вероятности 2-2? На этот вопрос приведенные рассуждения не могут дать ответ, однако интуитивно представляется очевидным, что это так. Доказательств справедливости этой гипотезы для общего случая до настоящего времени отсутствует. Она является одним из основополагающих допущений статистической физики. Впервые эта гипотеза была высказана в 1871 году Больцманом, затем Максвеллом в 1879 году проанализировал возможность замены средних по времени средними по ансамблю. Мы проиллюстрировали основное содержание эргодической гипотезы на искусственном примере состояния одной частицы, чтобы выявить наиболее наглядную ее сущность. Однако в действительности речь идет о состоянии системы, состоящей из громадного числа n частиц. В этом случае ансамбль системы, взятый в некоторый момент времени, представляет совокупность микросостояний системы. Эргодическое состояние системы, которые только совместимы с пространственными возможностями движения частиц и с законами сохранения энергии, если рассматривается также и распределение частиц по импульсам. Любая система ансамбля в течение достаточного продолжительного промежутка времени пройдет все возможные микросостояния, причем ее относительное время пребывания в каждом из микросостояний равно относительному числу систем в ансамбле, находящихся в этом состоянии. Следствием этих двух допущений является положение о том, что средние по ансамблю равны средним по времени. Оно само может быть принято в качестве формулировки содержания эргодической гипотезы. Другими словами, эргодическая гипотеза может быть выражена в виде утверждения, что, начиная свое движение из любого состояния, система обязательно достигнет состояния, сколько угодно близкого к любому другому состоянию, совместимому с законом сохранения энергии. Постулатом равновероятности называется утверждение равновероятности различных микросостояний. Вероятности же различных макросостояний резко отличаются друг от друга. Эргодическая гипотеза утверждает, что в состоянии равновесия средняя величина по ансамблю равна средней величине по времени. Вопросы для закрепления. Разъясните смысл различных формулировок эргодической гипотезы. Покажите вычисления средних по времени. Покажите вычисления средних по ансамблю. Приведите пример недостижимого для эргодической гипотезы состояния, которое, однако, совместимо с законом сохранения энергии. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...